В селе Пристань Прикубанского района прошел первый в этом году конный переход протяженностью около 50 километров. В нем участвовали всадники из Ростовской области, Ставропольска и Краснодарского краев, Республик Северного Кавказа. Любой желающий мог записаться на пробег на лошадях в любой породы и всех возрастов. Однако переход оказался довольно тяжелым и не все преодолели этот путь. Все подробности у Мурата Джанкезова. Конный переход прошел под эгидой День села. Для пристанцев это всегда доброе и светлое торжество одной большой семьи от насельчан. К нему готовятся все, от мала до велика. Каждый из них внес свой вклад в развитие села. В этом году одновременно празднуют и Ураза Байрам. И первые поздравления прозвучали от старейшин села. Я благодарю всех жителей, гостей наших, которые пришли сегодня, рождились с нами. Нашу радость, наши традиции, наши обычаи. Постичь взаимосвязь между нашими народами. Мы все горцы, мы живем на Кавказе. И мы обязаны все чтить наши традиции и обычаи. Поэтому всем большое спасибо и наше приветствие в первую очередь нашим гостям. С самого утра для детей работает игровая площадка. Невдалеке у огромного казана хлопочут мужчины. Ведь надо накормить сотни людей. На столах в изобилии традиционные хачаны. Тем временем жакеи проверяют амуницию лошадей, получают наставление от организаторов. В пробеге принимают участие в основном лошади карачаевской породы. Карачаевская лошадь выносливая, горная лошадь. Он по всем данным, повышенный давление или как он поднимается, все выше и выше. И 5 километров, и 6, и 7, им давление не имеет значения. И лошади сильные. Ну, потому вливают туда англичанин, чтобы был еще скоростнее. Мерседесовский двигатель туда оставляют, чтобы был и ходовой, и скоростной. Очень с детства люблю лошадей. Занималась всегда на службе верховой ездой. И вот решили принять участие. Лошадка Александра его зовут, Санечек называют. И вот дан старт. Участники устремляются в пробег по пересеченной местности, изобилующей крутыми спусками и подъемами. После трехчасового ожидания, наконец, вдалеке, оставляя клубы, пыли, показались всадники. Однако их количество уменьшилось. Не все лошади выдержали быстрый темп скачек. Под бурные, восторженные приветствия первым до финиша добрался Хусей Морзаев на жеребце по кличке Шанго. Полностью дистанцию к голову об кентре прошли. 45 километров. Есть и подъемы, и спуски, и равнины. Как лошадь выдержала? Выдержала очень хорошо лошадь карачаевской породы. Выдержала дорогу очень хорошо. И вот результат показал. После небольшого отдыха состоялось торжественное награждение призеров. Победителя приз составил 100 тысяч рублей. Второе 50 и за третье 30. На втором месте Аслан Семенов. Всем четырем призерам подарили пожеребенку карачаевской породы. Приятным сюрпризом стало участие девушки-наездницы из станицы Кордоникска. Она на третьем месте. Тяжело. Подъемы, спуски, тем более подъемы перед финишем. Очень тяжело было. Прямо очень тяжелая дистанция была. Но все нормально, и с лошади все нормально и со мной. Я сама научилась, сама обучилась. Своя лошадь. Все. Так что сама все. В окружении радостных жителей села жеребцу-победителю надели чемпионскую попону. А Кусею Мырзаеву подарили ручной работы карачаевский нож. Мурат Женкезов. Вести Карачаева. Черкесия.